Независимость. Что означает она для гражданина Беларуси, который душой болеет за страной, переживает, желает ей процветания и развития. Это не просто понятие, которое определяет политическую состоятельность государства, а на мировой арене это нечто большее. Независимость – важнейшая ценность, свобода, если говорить об отдельно взятом человеке, и точно так же это переносится на государство. История государственности – это непростой путь, который преодолел народ. И стремление жить в своем доме. Это стало стержнем, который давал силу и укреплял дух во все времена. Нельзя забывать, что независимость наша основана на заслугах поколения победителей, тех, кто, жертвуя самым дорогим своей жизнью, подарил нам мир и свободу. Почему же Запад снова лепит из нас врага? Нас боятся. Не в том смысле, что мы агрессоры и собираемся на кого-то нападать, порабощать. Мы для них опасны авторитетом, самостоятельностью и силой белорусского государства. В конце концов, и это самое главное, своим примером. Примером отсутствия пропасти между богатыми и бедными. Примером социальной защищенности всех граждан. Примером здорового общества и традиционных ценностей. В своей независимости мы выстрадали, как и право людьми зваться, все помнят слова нашего классика. Так что сегодня в фундаменте нашей независимости и что за кирпичики создают ту самую прочность, которая позволяет чувствовать нам себя в безопасности, причем во всех смыслах, от обороны до экономики. Чему учат нас уроки современности и как каждый из нас на своем рабочем месте может укреплять независимость, которая для государства? Вопрос номер один. Поговорим сегодня об этом. Начинаем в таком красивейшем месте, где история просто переплетается с современностью. Если говорить в историческом аспекте, вот вам, как историку, вопрос, что в фундаменте нашей независимости? Ну, конечно, когда мы говорим о современном белорусском государстве, то реальную независимость Республика Беларусь обрела относительно недавно, с 1991 года. И мы знаем, что в какой-то степени наша страна не очень была готова к этой независимости, она свалилась на нас неожиданно, поэтому ни органы государственной власти, ни, собственно, сам народ толком еще не поняли, какое счастье им привалило. Но если говорить серьезно, то, конечно же, территория Беларуси и проживающее здесь население уже давно имели начатки собственной государственности. Когда мы рассматриваем вопрос о появлении первых государств, то это время, которое относится к периоду так называемой Древней Ликевской Руси. И вот мы как раз стоим, как вы сказали, в замечательном месте, напротив нас Минское замчище, место историческое. По некоторым сведениям, возможно, тут был один из древних городов Минск. Правда, по другим сведениям говорят, что он в нескольких десятках километров отсюда, но тем не менее, река Немига – это место, которое упоминается и в одном из древнейших древнерусских памятников литературы, слове о полку Игоревом. Минск и Полоцк, Витебские земли – это древнейшие земли, которые мы встречаем в повести временных лет. Конечно, уже середина IX века – это период, когда фиксируется появление и городов, и первых княжеств на территории Беларуси. С точки зрения истории, 862 год, год появления государственности в целом на Руси – это и начало собственной маленькой государственности Беларуси. Безусловно, XX век – это время, когда белорусская государственность уже стала окончательно выкристаллизовываться. Были и попытки создания буржуазной, прозападной Беларусской народной республики, которую развитие не получили. Успешный проект Беларусской Советской Социалистической Республики, от которого мы и ведем начало современной республики Беларусь. Сегодня Беларусь – это поистине независимая, проводящая самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику государства. Это государство, которое пользуется заслуженным авторитетом и уважением, чтобы там не пытались в настоящее время говорить некоторые наши западные оппоненты. Но Беларусь, как мы видим, это страна, которая является и не просто членом, но организатором Организации Объединенных Наций, учредителем этой международной организации. Беларусь активно выступает на международных площадках с различными инициативами, начиная от инициатив миротворческого характера. Это, кстати, отличительная черта белорусского народа – миротворчество. Беларусь является участником целого ряда интеграционных объединений на постсоветском пространстве. Поэтому можно говорить, что современная Беларусь – это реальное суверенное государство, признающееся странами мира в качестве партнера. Наша историческая память, наши традиции, чем чревато вообще подражание Западу, мы видим по тому, что делается в регионе. Но сегодня какое место занимают эти понятия в контексте независимости? Вообще Беларусь с точки зрения традиции очень интересное, можно сказать, уникальное место. Беларусь – это пограничие, пограничие двух крупных цивилизаций. У нас здесь образовался такой уникальный симбиоз Запада и Востока. Беларусь, безусловно, не может быть сегодня отнесена к странам Азии, поскольку мы себя ощущаем европейцами. Наша бытовая культура, наша повседневность во многом очень такая европеизированная. Вот то место, в котором мы стоим, как раз показатель. Мы можем говорить, что мы находимся в Минске, а можем пофантазировать, что мы сейчас где-нибудь в Чехии, или в Вильнюсе, или в каком-нибудь тихом немецком городке. И, в принципе, здесь будет очень много параллелей. Но вот это как раз многообразие культурных кодов, которые слились внутри беларусов, позволяют нам сегодня брать лучшее и с Востока, и с Запада. Одна из фишек Беларуси – это как раз такая абсолютная толерантность и терпимость к представителям других народов. У нас нет каких-либо этнических конфликтов, в отличие от Европы, как мы видим. Беларусы воспринимают любого, кто пришел к ним в дом, достаточно по-доброму, открыто. При этом мы понимаем и чувствуем, что у нас есть собственные национальные особенности, национальные традиции, которыми мы гордимся. Начиная от спокойствия и такого доброго, миролюбивого характера, отличия в нашей кухне, например, те же самые знаменитые драники, по которым сегодня позиционируют беларусов. И заканчивая уже, можно говорить, спецификой беларусской архитектуры, где сочетаются в том числе европейские и восточные мотивы. Мы видим сегодня, что у беларусов сформировалось представление о себе, как о народе, имеющем право на то, чтобы играть важную роль вообще в международных процессах, быть хозяином на своей земле. Единство и согласие, такой незыблемый фундамент независимости и глава государства в послании народу к парламенту как раз и определил эти понятия как главные условия реального суверенитета государства. В нынешних условиях эти понятия для нас обретают какой-то новый смысл? Беларусь сегодня подвергается очень серьезным вызовам. На нашу страну оказывается такое мощнейшее давление из уни. В результате того, что беларусы решили проводить реальную самостоятельную политику, быть реально независимыми, не соглашаться со всем, что нам предлагают и навязывают, мы оказались под ударом санкций, которые уже десятилетиями наложены на нашу страну. Мы оказались сегодня под ударом критики в самых различных областях, начиная от придуманной проблемы прав человека и каких-то там гендерных нетерпимостей, которые сегодня на Западе возвеличиваются, возводятся в норму, и заканчивая там самыми небольшими какими-то мелочами. Но на самом деле, конечно же, все эти вызовы, все эти попытки ограничить беларусов в их свободном праве распоряжаться своей судьбой, эти вызовы не могут на самом деле доставить нам много неприятностей, если мы будем едины. Почему, как вы считаете, наша социально ориентированная экономика была и остается мишенью для Запада? Со стороны Запада в отношении восточных земель всегда существовало такое представление, что это их потенциальные колониальные владения. И сегодня, конечно, в условиях, когда Беларусь, несмотря на все попытки превратить ее в зависимую колонию, превратить ее в страну с низким уровнем жизни, где за гроши население будет выполнять любую черную работу, этого не получилось сделать. У нас выросли собственные гиганты, гиганты машиностроения, которые активно конкурируют на международных рынках с теми же западными компаниями. Беларусь сегодня держит пятую часть всего мирового рынка калия и калийных удобрений. Беларусь создала гиганты машиностроения, которые конкурируют на внешних рынках с европейскими компаниями. Наша продукция пищевая, сельскохозяйственная сегодня имеет авторитет, обладает высочайшим качеством и востребована также во многих государствах. Конечно, конкуренцию никто не любит, поэтому, когда у тебя на границах возникает конкурент, пользующийся к тому же еще и целым рядом преимуществ, благодаря, например, нашим договоренностям с Российской Федерацией, поэтому претензии со стороны Запада в первую очередь направлены на то, чтобы вытеснить нас как конкурентов со своих рынков и с мирового рынка. И для этого, к сожалению, они не гнушаются пользоваться абсолютно неэкономическими методами. Говоря языком президента, санкции ведь это и время возможностей. Можно ли сказать, что те же санкции, они еще стали стимулом для того, чтобы мы укрепили свою независимость? Мы вынуждены уйти от наших прежних партнеров, которые отказываются с нами работать, и искать новые рынки. И как это ни странно, для Беларуси это оказалось большой удар. Но мы сегодня открыли для себя страны, так называемые дальние дуги. Мы открыли для себя огромную и очень емкую Азию, которая сегодня превращается в мировой экономический центр. Мы установили замечательные контакты с Китайской Народной Республикой, которая сегодня не только рынок сбыта, но которая сегодня для нас может выступить и каким-то донором технологий, может быть как раз донором финансовой помощи, которой мы лишились инвестиций. Мы открыли для себя новые неизведанные регионы, такие, например, как Африка, в которые именно в этом году мы начали активно заходить. Огромная территория с огромными запасами сырьевых ресурсов, нуждающаяся практически во всех товарах, и промышленных, и продовольственных. Тот, кто первый зайдет на этот рынок, тот сможет создать для себя лучшие условия. Конечно, здесь белорусы получают новые возможности, о которых и говорил наш президент. Интеграция в контексте независимости. Сейчас настало время открыть новые страницы? Момент, который настал для интеграционных объединений, он, конечно, крайне-крайне выгоден. Россия — это и надежный товарищ и партнер, от которого мы можем получить необходимые сырьевые ресурсы. Это тоже значительно превышающий белорусские объемы производства рынок сбыта. Плюс к этому мы выступаем с Россией в качестве интегрированного производственного кластера. То есть мы сегодня создаем цепочки совместных производств, кооперационные цепочки. Во многих товарах, производимых в России, есть белорусский вклад. И, соответственно, это делает нас ближе, это позволяет нам планировать совместное производство, их расширение. Ну и здесь подключается вопрос евразийского сотрудничества. Мы имеем доступ к целому ряду бывших постсоветских государств, а также мы знаем, что Беларусь выходит на огромное пространство шанхайской организации сотрудничества, наращивается взаимная торговля, а также происходит дальнейшее становление вот этих самых совместных производств. Один из приоритетов нашей внешней политики – это сотрудничество с Россией. Вот последние события, которые там произошли, заставили поволноваться, наверное, миллионы и россиян, и белорусов. То, как мы вышли из этой ситуации, ну, достойно уважения. Ваше мнение, экспертно, какие уроки вообще из этой ситуации завлечены? Уроки будут извлекаться еще долго, и это только первые, скажем, выводы и выход из проблемной ситуации. Все экспертное сообщество, в том числе представители западного эстаблишмента, были крайне удивлены столь оперативному и эффективному решению, которое было предложено России и Беларуси в этом случае. Мы были едины в решении проблемы, мы не дистанцировались друг от друга, и президенты работали в единой связке, что крайне затруднительно, не то что для европейских стран, для Соединенных Штатов и их союзников. Это вообще практически редчайший случай в международной практике, чтобы вопросы, военные вопросы решались столь оперативно и столь на высоком уровне, открыто между государствами. Что касается выводов, наверное, самый главный вывод заключается в следующем. Люди с оружием должны быть контролируемы. Это, наверное, один из главных выводов. И второй вывод. Какие бы условия ни проходили, как бы нам сложно ни было, любые проблемы решаются сообща. Результат может быть просто-напросто синергетический, как говорят ученые. В данном случае в хорошее разрешение без крови верили мало кто. И, в общем-то, весь Запад был настроен на то, что Россия в ближайший момент дрогнет, и этот удар будет для нее крайне болезненным, если не смертельным. Его готовы были использовать для уничтожения белорусской и российской государственности. Опять же, это тезис «два государства, одно Отечество». Ну, наверное, уже оба президента, и Александр Григорьевич, и Владимир Владимирович, об этом сказали несколько раз. И, наверное, тот уровень взаимодействия, который есть сегодня между нашими государствами, позволяет решать самые сложные задачи. И это яркий тому пример. Вы были на этой встрече недавнюю президента. Какие эмоции, какие впечатления у вас остались? Вы знаете, что касается эмоций. Говорил человек, глубоко погруженный в проблему, и для которого она боль, личная боль. Не со стороны человек смотрящий, а находящихся в эпицентре событий, который переживает каждый шаг, каждое решение, пропускает его через себя. И, наверное, что самое такое наглядное, человек болеет за результат. Не так, как некоторые политики сегодня делают. Пришли, пообещали, поговорили, расшаркались, поулыбались, поцеловались, а на выходе ничего. Это реальный государственник, реальный политик, который отвечает за свои слова, способный брать на себя ответственность, и, самое главное, способный отвечать за свою страну и за те идеи, которые он выдвигает и реализует. Наряду с сохранением исторической правды, обороноспособность, безопасность, они вот в последнее время как-то звучат громко. Ядерное оружие в нынешних условиях – это тоже элемент независимости? Вы знаете, сегодня национальная безопасность требует наличия тех образцов оружия, которые способны ее обеспечить. Есть такое понятие – теория сдерживания и теория стратегического сдерживания. Недавно разработаны элементы теории неядерного стратегического сдерживания. Это все новое, но ядерное сдерживание было, есть и будет. Оно десятилетия позволило сохранить мир на земле. Единственные два момента применения ядерного оружия – все 6 и 9 августа 1945 года, которые совершили Соединенные Штаты Америки, они были первым и единственным использованием ядерного оружия в боевых целях. После этого именно паритет в области ядерного оружия позволил не уничтожить мир и сохранить государство в тех границах, которые они есть. Это элемент стратегического сдерживания, это элемент обеспечения национальной безопасности и что-то другое придумывать на эту тему, даже не надо. Это соответствует действительности. Это теория, проверенная практикой и проверенная десятилетиями функционированиями и межгосударственными отношениями. В данном случае нам протянута рука помощи и четкая дана гарантия того, что Беларусь не останется один на один с одуревшими соседями и Европейским Союзом, который, по большому счету, нас бы уже давно скушал, если бы мы не имели сил и не имели соответствующего потенциала для обеспечения военной безопасности государства. Ну, время нас действительно научило держать вот этот порох сухим. Оружием, как говорит наш президент, мы не бряцаем, но если нам будет реальная угроза, мы ответим жестко. В последнее время слышим, там готовят боевиков, там готовы уже прям посягнуть на наш суверенитет и, не знаю, свергнуть власть нашу государственно. Как вы думаете, на что рассчитывают те, кто вот об этом заявляет? Так скажем, политические игры, психологическое давление. Это нагнетание обстановки и попытка показать, что вот буквально не сегодня, так завтра мы решим все задачи. Это точно так же сейчас, извините, как Украина говорит вам, что она уже победила. И о том, как весь Евросоюз транслирует из всех радиоточек, из всех средств массовой информации о том, что победа Украины неизбежна и она уже реализована. Это один из элементов информационного воздействия, который направлен на создание атмосферы страха, на создание атмосферы неприятия того, что делается в государстве и тех мер, которые государство осуществляет для обеспечения собственной безопасности. По большому счету мы можем говорить об элементе гибридного противостояния информационной войне. Но отдать должное, все это, в том числе фейки, в том числе всевозможные вбросы, могут быть сведены на ноль единственным правдой. Правдой, которую в последнее время достаточно профессионально транслируют наши средства массовой информации и наши должностные лица. В том числе президент Республики Беларусь, который постоянно, чуть ли не с периодичностью, каждую неделю рассказывает, люди, занимайтесь собственными делами. Каждый на своем месте создает обороноспособность страны, обеспечить национальную безопасность. В поле, за штурвалом, в аудитории, где угодно, выполняя собственную обязанность, собственную работу в интересах государства. Есть такой тренд, сравнивать было-стало. Что касается нашей обороноспособности, безопасности, если посмотреть на заре нашего суверенитета сейчас, какую разницу мы видим? Несравнимые понятия. Тогда и сегодня. Кроме того, что мы имели огромную армию, мы не могли ее обеспечить. Сегодня мы имеем компактную, реальную, всем обеспеченную армией вооруженные силы. Четко сбалансированную систему обеспечения военной безопасности. Вся система военной безопасности включает все элементы военной организации. Мы самодостаточное государство, которое кроме наличия обычных войск, имеем возможности по обеспечению себя самостоятельно, практически всей линейкой военной техники. В последнее время эта линейка приросла бронетанковой техникой, и средствами связи, и радиоэлектронной борьбы, ракетами, если уж на то пошло, боевыми беспилотными системами. То есть в распоряжении современных вооруженных сил есть все, что необходимо для решения задач в современном бою. И сегодня мы наращиваем те компетенции, которых не было раньше. У нас создана прекрасная система управления всей этой системой. У нас есть собственные наработки, позволяющие нам, так скажем, уверенно смотреть в будущее. Это и в том числе, мы за эти годы сумели развить и военную науку, без которой вперед заглянуть невозможно. Она есть у нас. И у нас есть специалисты, способные работать во всех областях сегодняшнего вооруженного противостояния. Мы не являемся задворками истории. Мы являемся передовым, так скажем, авангардом сегодня нашей вооруженной силы в военной области. Мы с вами находимся в таком красивом месте. Цветущий город, цветы вокруг мирное небо, что самое главное. Лично для вас, как для гражданина Беларуси, что значит понятие независимости? С 14 лет я связал свою жизнь с вооруженными силами. И более чем до 50 был в их рядах. Поэтому все, что касается обороноспособности, что касается независимости, оно, во-первых, впитано с молоком матери, поскольку все мои родственники, все деды прошли горнила Великой Отечественной войны. Многие из них, так скажем, послевоенное время обеспечили обороноспособность государства. И самое главное, наверное, это моя земля, моя страна. Это то место, где лежат мои родственники, умершие уже, где находятся, где растут мои дети. Страна, с которой я связал свое будущее, настоящее. И надеюсь принести еще пользу этой стране не только в области броноспособности, но и во всех сферах, которые позволяют нам называть себя белорусами. Нация, настоящая нация, которая уверенно смотрит в будущее, знает, чего хочет и знает, куда идет. Социальная справедливость – это тоже о независимости? Социальная справедливость связана с тем, что каждому человеку даются гарантии в области его и безопасности, и образования, и медицинского обслуживания, и получения каких-либо дополнительных бонусов в виде отпусков, выплат по беременности, по утрате кормильца, гарантии, например, детям, оставшимся без родителей, гарантии инвалидам. Все это вкупе создает представление о том, что у нас государство, которое слышит людей, что наше государство стоит на страже интересов каждого человека. И, конечно, наличие подобной справедливости – это один из важнейших залогов нашего суверенитета. Что лично для вас вопрос номер один? Сможем ли мы остановить вот этот все более разрастающийся конфликт, который буквально полыхает на наших границах, у наших дверей? Сможем ли мы не допустить скатывания в какой-то более глобальный конфликт Третий мировой? Потому что все прекрасно понимают, что в случае его возникновения в живых не останется никого. Поэтому даже не мир, а жизнь – вот что сегодня вопрос номер один. Хотел бы, чтобы мы всегда жили под мирным небом. И задаю себе один вопрос. Что для этого могу сделать в перспективе? Что могу сделать сегодня? И на что надо обратить собственное внимание, чтобы этого достигнуть? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok